16 ноября, 17 год. Харьков. Выдали мне в метро такую брошюрочку, перечень переименованных объектов города Харьков. Районы города Харьков, которые переименованы. Улицы, станции метро, которые переименованы. Также справочник выдали. Очень классный, капитальный, со всеми службами города. С номерами телефонов. Это я уже снял в предыдущем видео, либо потом объединил. Так, ну поехали. Только недавно, я вчера столкнулся с тем, что не мог найти, как улица Красина теперь в Харькове называется, Манезера оказывается. Потраченное время, теперь у нас есть Красина. Я вчера искал Красина. Мне нужно было, как называется, нынче улица Красина. Я ковырялся, ковырялся, пока выяснил, что это Манезер. Манезер это архитектор, да, тот, который, то есть не архитектора, а скульптор, который памятник Шевченко сделал. Я не ошибаюсь? Я его минизером обозвал. Не принципиально. А на Веснина это получилось, я снимал панораму на спуске Веснина и подписывает, решил видео и думаю, как же называется, Веснина он правильно или спуск Журавлевский. Полез нашел на сайте, вот сейчас не вспомню, как он называется, прошу прощения, потому как, наверное, они как раз ссылку сдали. То есть, и там написано, что до Веснина теперь это спуск Журавлевский и ниже видео расположено. Причем видео снято мной 4 года назад, которое я подписал как спуск Веснина. Ну, правда, они молодцы, дали ссылочку на меня как на автора, это как бы не обязательно, но сейчас очень редко и странно. Молодцы. А вот как этот сайт называется, я запамятовал. Боже мой, ты посмотри сколько улиц переименовали, это же просто. Почему? Обязательно переименовывать имена собственного. Почему не поставить там, я не знаю, пускай не как в США, стрит-1, стрит-2, авиний-1, авиний-2. Или какие-нибудь науки, культуры. Это же удобно. Пройдусь по абрикосово, а все равно на виноградную. Я на тенистой улице, но дальше все знают, что он там в тени делал. Покупал хлеб. Есть же улица, культуры, хлеб покупал. В Харькове очень много абрикосово и прочих. Когда переименовывали, была проблема в том, что как раз все фруктовые и огородные улицы, безумное количество. А забирали всю флору, разобрали. Надо к фауне переходить. И уже даже приходилось переименовывать существующие, когда их пять абрикосов. Потом к энтомологам каких-то. Я энтомолог лечу, соберу добычек на суммадру. Я думаю, что с этим проблем возникнуть не должно. Разве что там какое-то неблагозвучное название типа Бородавочника. Где вы живете? На улице Бородавочника. Ну это как-то не особо. А так было же что? Что ты хочешь? Ты не считал? Да нет. Ну тут сейчас быстренько все запишу. Была улица научная культура, да? Она при советской власти улица культура, при... Кучма улица культура, при... Даже при Януковиче улице культура. Хотя, конечно, при нем-то как раз очень странно. И сейчас она улица культура. Зачем вот это вот... Какие-нибудь... Улица красная, улица синяя. Да, Бородавочник? Развернулся и ездит. И не будет тебе никаких Лениных, никаких Бандер, никаких... Какая красная и синяя улица? Ну это для дальтоников. Ааа... Дальтоники все на красной, синяя улица. Улица синяя, это там где баров. Много. Улица синяя. Логично бы назвать. Синяя улица. Улица синяя кол. Фамилия такая синяя кол. Индустриальный район. Одни неизвестные ничем фамилии сменились на другие ничем неизвестные фамилии. Я не понимаю, кто такой был Красин? Что он такого сделал? Что сначала им назвали, а потом его переименовали? И почему в Монизер? И кто этот Монизер, если он не... Монизер. Не скульптор, как я предполагаю. И по-моему это скульптура этого Монизера. Да даже и скульпторов не надо фамилию брать. Потому как окажется, что какой-нибудь Роденовский мыслитель не в той позе сидит. Запрещенный указом ЦК СПС и последними решениями партия. Не тю-тю. Все тю-тю, там тю-тю и везде тут все тю-тю. Тут тю-тю, там тю-тю. И сделали тю-тю. Там можно запутаться. Ты посмотри сколько... Подожди, культуры... Что ты творишь? Не трогай, пожалуйста. Ты шевелишь. Все construction. А близких там? Культ. Понятно. Я думал культуры переименовали. Не трогай, пожалуйста. Ну дай мне две минуты еще сынок. Неужели тяжело две минуты потерпеть? Совсем немножко осталось, но потерпи. Тут же еще метрополитена улицы. Улицы станции Перемино. Все. У нас так все... Вообще как в другом городе живешь, честное слово. Я серфер Финальная история, финальная фантазия Да отлично, не смотрел мультик такой был, давненько правда, типа тогда еще не было Так, переименование станции Харьковского метрополитена Советская стала площадь Конституции, метростроитель имени Ващенко стал метростроителем Маршал Жукова стал дворцом спорта Советская армия армейская, пролетарская индустриальная площадь восстания защитника Украины Парк Десятилетия Ксмуг стал Карякинский сад Бедненький Парк культуры и отдыха, парк Артема машиностроителей Скверсайской Украины Они думают, что это настолько важно И опять, Дзержинский район стал Шевченковским Киевский так и остался Киевским Московский, что странно, так и остался Московским Фрунзенский Немышлянский стал Коминтерновский стал Слободской Родженикидзевский индустриальный Червонозаводской Основянский Октябрьский Новобаварский Ленинский Холоднокурский Сату Так, это у нас все Наверное, я слеплю эти два видео по справочнику городских служб и по переименованию улиц в одно видео и будет ляпота Так, 16 ноября, 17 год Харькова Все Да, выключай И шторы заходят Субтитры создавал DimaTorzok